Друзья, три года подряд мы устраивали конференцию собственными силами и пытались, что-то делали, организовывали. Ну понятно, что получалось как-то, может быть хорошо, может быть не очень, но в этот раз я считаю, что то, что получилось, это достойно максимального восхищения. И этому большая заслуга именно Светланы. Светлана, большой наш молодец, она буквально, нельзя сказать, что быстро, за полгода, но организовала все это данное мероприятие. То, что мы сейчас слышим, то, что мы вчера и сегодня здесь находились, то, что мы будем находиться завтра, а также в ресторане, все остальное, это все заслуга именно Светланы и ее команды. Поэтому большая-большая благодарность, большой респект. Спасибо. За время организации тренинга еще было проведено куча мероприятий, выставок и так далее? Дополнительных, да. То есть прям человек, который, знаете, бывает, можно очень много рассказывать и рассуждать о философии, о разных интересных вещах. Это все здорово, классно, но есть вторая сторона медали, есть человек, который может взять просто и сделать. Вот сделанное, то, что было сделано, оно может быть для многих невидимо и неочевидно. Да, были, конечно, какие-то там косяки и проблемы в организации, естественно, но то, что было проведено, я считаю, что это просто шикарно. Это заслуживает отдельного большого-большого поклона. Спасибо. Что еще хочется добавить? Ежегодно проводя, анализируя ошибки, анализируя тенденции и вообще смотря в будущее, как должна выглядеть дизайн конференция, как вообще должны выглядеть события, где мы собираемся, несколько, как сказать, улучшается философия. Сейчас мы понимаем, что нужно больше татанов, нужно больше ливонов, нужно больше искорок. К сожалению, таких звездных, давайте назовем людей, звездных по содержанию вот этой информации мало. Если они есть, они очень заняты, но мы стараемся каждый раз все интереснее и интереснее находить спикеров. Но заметьте, что такие люди очень тяжело или недосягаемы для нашего восприятия. И нужно поэтапно. Ну, если бы мы сейчас кого-то крутого пригласили, вы бы, наверное, смотрели на него так же, как на Ливона, потому что квадратные глаза у многих были. Света сделала, наверное, невозможное. Она смогла, ну, возможное. Она сделала так, что для начинающих, для тех, кто вот в теме, были свои спикеры, для тех, кто хотел дальше прокачаться, были свои спикеры. И у нас получилась так, польза двойная и для профессионалов, и для новичков. За это, Светя, отдельное спасибо. Она не стала прям все делать для новичков или для профессионалов. Я думаю, что у каждого спикера вы нашли какую-то полезную фишечку. Так, ну и сейчас, конечно же, какой профессионал, да, какой профессионал без профессиональной темы. У Светы замечательная и очень интересная тема, которая касается, что, ну, сейчас, сейчас включим. Которая касается социальных сетей, продвижения, и у нее как, собственно, почему ее стоит слушать, да, потому что то, что вы находитесь здесь именно сейчас, что находитесь в таком количестве, зал полностью забит, нам пришлось остановить регистрацию и билеты. И это практическое применение. То есть доказательство того, что все это работает, и то, что Свету можно и нужно слушать, это вот именно то, что конференция состоялась. А также мы со Светой работаем уже, я не знаю, сколько мы работаем? Полгода. Почти полгода мы работаем. И Светлана организует очень правильные, очень нужные и верные и важные мероприятия для продвижения архитекторов. Да, если мне нет времени этим заниматься, то с профессиональной точки зрения, с профессиональной подачей, вот Светлана – это самый лучший специалист, который я знаю на сегодняшний день, кто может работать по продвижению, по той технологии, то, что мы обсуждали вчера, сегодня и будем обсуждать завтра, по позиционированию, нишеванию, написанию бесконечных статей, постов, фотографий, выступлений организации и всего-всего остального. Поэтому крайне рекомендую данного специалиста, кто задумывается над этой темой, но не хочет делать это все сам, это Света и ее команда. Итак, представляю, прошу любить и жаловать, наша величайшая организатор конференции Светлана Котлукова с презентацией по социальным сетям. Спасибо. Спасибо, друзья. На самом деле, как-то так неожиданно и столько слов, но мне кажется, это все преувеличение, потому что я очень критично отношусь к тому, что я делаю. И я люблю каждого из вас, ребята, вот за эти два дня, правда, вот вы молодцы. Я отношусь, в каждом спикере я слышала те слова, которые я стараюсь… На самом деле, нам всего год. Вот агентство, которое я организовала, когда я сделала этот шаг в неизвестности, ушла из коммерческой компании, решила, что мне хочется чего-то своего, и прошел всего год. Но за этот год очень много было событий, и действительно, я вкладываю в него душу, в каждый из них. И все спикеры, которые сегодня были, я искренне просто уважаю, ценю этих людей. Мне это безумно почетно, стоять рядом с этими людьми на одной сцене. Я думаю, что вам тоже было это очень приятно. И да, как люби, что делаешь, и делай, что любишь. Это, наверное, основной принцип. И, собственно, я буду надеяться, что я буду очень быстро обо всем рассказывать, потому что я не хочу вас ничему учить. Я не учитель, не лектор. Я просто хочу поделиться той информацией, которую мы накопили, и про то, что там лучший специалист. Господи, о чем вы говорите? Просто я очень уважаю архитекторов, я уважаю дизайнеров, архитекторов. Вы делаете действительно потрясающие вещи. Как написано на одном из архитектурных вузов нашего города, до одного, что не каждому дано так жить, на память людям города дарить. Это потрясающие слова. Я не знаю, это просто философия архитектурного бизнеса. Я правда вас очень люблю, я ничего не понимаю в архитектуре, но мне очень нравится об этом писать, мне очень нравится общаться с вами, узнавать что-то новое и общаться с архитектурной прессой. И дайте мне, пожалуйста, переключалку. И сегодня, наверное, хочу вам рассказать про соцсети. Много говорили, старалась пригласить тех спикеров. Например, Надю Зотову, еще раз говорю, на примере ее все время расскажут, но чуть о трендах. В любом продвижении есть тренды, как они есть в дизайне, в архитектуре и так далее. Поэтому вначале пробежимся по трендам и по некоторым наработкам, которые мы сделали. за это небольшое время, которое мы работаем с дизайнерами и архитекторами. Это статистика, которую мы собрали. И я считаю, на самом деле, что это… Спасибо большое. Что это, наверное, все говорят, существует 555 методов продвижения. Но я считаю, что их гораздо меньше, потому что они все связаны друг с другом очень сильно и очень тесно. Безусловно, все, о чем завтра будет рассказывать Станиславов, вот здесь вот все это включено. Сайт SMM. Соответственно, оттуда идет информация о том, где вы публикуетесь, где вы печатаетесь. Это СМИ. Безусловно, с Рафаной радио у всех есть, понятное дело. Рекомендации понятны. И вот отдельный акцент я делаю на экспертности, выступлениях, потому что это действительно та тема, которой я живу, которую я люблю и всем рекомендую. Приятно видеть тех людей, которые постоянно ходят на наши мероприятия. Естественно, все выступления на публике точно так же. И вас и печатают, когда вы выступаете. Приходит пресса, все это анонсируется на вашем сайте. Все это идет в соцсети. То есть это получается такой круг, которым вы должны быть везде. Вот эти проценты – это, на самом деле, такая небольшая аналитика. У вас она разная. И я очень прошу вас, у вас будут какие-то оригинальные методы продвижения, о которых мы можем не знать, то обязательно рассказывайте. Это будет очень круто, мы будем тоже это исследовать. А вот эта аналитика процентная – это просто то, что мы собрали по нашим партнерам, посмотрели, что и как работает. Поэтому фоткайте, да, и будем делать. Но здесь, на самом деле, с чего стоит начинать, если вы решили продвигаться сами, самостоятельно, и вообще за низкобюджетное продвижение, потому что, видимо, привыкла делать все за 5 копеек. И в том плане, что когда работала в коммерческих компаниях, бюджеты на рекламу нулевые, реклама вообще не мое. Мое – это все-таки public relations. И поэтому нужно понимать, как ты можешь бесплатно куда-то проникнуть. Но здесь, в принципе, все пункты. Естественно, первое – это позиционирование понимания. Не буду забегать на тему моих коллег, партнеров. Ну вот, да, наверное, все понятно, все классно, давайте делать все. Единственное, что на это нет времени, но надо это делать. И вот сегодня был живой пример Надь Зотовой. Я буду про Инстаграм чуть дальше рассказывать. Да? Вот, ребята, это потрясающе. На самом деле рада видеть вас лично, потому что всем показываю и всем рассказываю. Это офигенный пример. Это голубой океан. Ребята, я знаю, что у вас наверняка есть тоже какие-то свои проблемы. Наверняка не все так гладко. Но выберите ту нишу, где у вас нет конкурентов. Ну, скажу про себя немножко, что создавая вот агентство ArchDialog, я реально чувствую, что мы монополисты, потому что нет специализированных агентств, которые работают именно в пиаре, в архитектуре, дизайне. Ну, именно в дизайне, да, архитектуре тоже там посложнее. Свет, ну просто чтобы многие не понимают, что Сергей у нас как раз… А, да, Сергей, у нас есть представитель этой компании, потому что я не знала, что он здесь будет. Объясни, объясни, что происходит. Мне, я на самом деле не знала, что Сергей будет. Мне сказали, что здесь. Я говорю, да не может быть, Сосков. Я говорю, не может быть, я включила компанию однушечка. Есть, Леонид Шабарович, вы поприветствуйте. Ребята офигенные. Они нашли ту нишу, которая помогает им двигаться. Правильно я понимаю? Скажи пару слов просто. Занимайтесь просто. Наша компания занимается дизайном однокомнатных квартир. Дизайном однокомнатных квартир. Собственно, началось это все тоже с хобби. Просто я начал писать статьи. Писал их долго, был фрилансером. Через полгода сайт вышел на первое место в Яндексе. Но вот это вот ключевое, что полгода это очень маленький срок для того, чтобы не вкладывать деньги, выйти на первую станицу. Я просто хочу сказать, что вы выбрали узкую нишу, но… Характерный пример. Выбрали ее, наверное, непосознательно и поняли, что мы будем в ней работать только буквально год назад, но что больше мы ни с чем не будем работать в рамках однушечки. А сложно было отказаться от всего остального? Есть же огромный мир, коттеджи, рублевки, домов. А вот вы выбрали направление. Ну, ты знаешь, как бы сарафан есть в любом случае, коттеджи есть и большие квартиры, но публикации по ним не очень-то. Они делаются все долго, а по однушкам все довольно оперативно делается. Вот то, что нравится, нишивание, оно и идет. Ну, собственно, нишивание, оно было, наверное, осознанно придумано, наверное, года два назад. Мы сопротивлялись. То есть мы говорили, что да, мы делаем однушки, но мы, конечно же, будем делать там и большие квартиры. Да, но к нам приходили только однушки. Ну, потому что сайт так называется. Да. Ну, кстати, сайт – это просто сайт, он у нас не сделан, мы им только сейчас заниматься начали. Основной метод продвижения – это блог. Выбрал я самую простую платформу – blogspot.blogger. Тогда на данный момент мне ни ЖЖ, ни Facebook не нравился, он был сложный. Блогер был простой, там была модульность, и первым нас подцепил Google. То есть мы сначала стали номер один в Google, чуть позже стали номер один в Яндексе. По запросам и по статьям, и еще раз напоминаю, что полгода. Ну, запрос довольно такой узкий, дизайн однокомнатных квартир, однушки. Но зато целевой. Да, целевой. Ну, собственно, нас потом и убедили все специалисты, чем я пытался консультироваться. Не надо никаких действий делать, не рыпайтесь. Сидите в своей нише и развивайте свои ниши. Живой пример нашего обсуждения как раз и того, что мы приводили. Достоин аплодисментов. Спасибо. Ну, я, наверное, закончу тем, что хочу сказать, когда у всех был кризис, у нас очередь стояла. Несмотря на то, что у нас довольно дорого сейчас. Спасибо. Молодцы, ребята, это очень круто. Я очень рада. Попали в презентацию, между прочим, на завершении конференции. Да, я на самом деле не знала, что вы здесь будете. Случайно. Абсолютно, да, потому что классный пример. Не платили. Ого-го. Площадь, согласитесь, есть. То есть не обязательно это совсем прям маленькие. И вот по пяти трендам пройдемся. Значит, во-первых, мобильные телефоны. Вы все сидите в мобильных телефонах. Вы читаете почту, проверяете сообщения, инстаграмите и так далее. Мне кажется, что компьютеров скоро не будет. Я не хочу делать никаких выводов. Но, тем не менее, мобильный телефон. Сделайте так, чтобы ваш сайт или ваше портфолио, ваше лицо было удобоваримо в мобильном телефоне. Во-первых, безусловно, сделать мобильную версию сайта. Сейчас, в принципе, это все можно сделать на стандартных платформах WordPress. Они изначально уже идут оптимизированные под мобильные телефоны. Email-маркетинг. Безусловно, когда вы открываете почту, согласитесь, вы читаете только с телефона. Вы видите даже только название темы и пары первых предложений. Соответственно, если вы делаете рассылки, если вы делаете какие-то продающие письма, официальные письма по своим клиентам, то сделайте так, чтобы в первых двух, четырех, от одной до четырех строк у вас умещалась вся соль. Ну и, безусловно, если у вас, допустим, интернет-магазин или что-то вы продаете, не только дизайн интерьера, то надо сделать так, чтобы с мобильного телефона это было удобно и быстро заказать. В принципе, все логично. Здесь, наверное, тоже все согласятся, все в запаре, все подсматривают на часы, времени у людей нет. Это, наверное, близкий тренд с предыдущим, поэтому все должно быть коротко и ясно по делу. И вот основной тренд именно в социальных сетях, например, сейчас это микроблоги. Микроблоги уже, вот тоже мы говорили про ЖЖ, ЖЖ долго читать, времени нет. А вот Твиттер прочитать за полчаса отлично. Поэтому Твиттер сейчас, да, аудитория растет и будет расти. И вот Инстаграм тоже самое. Света, смысл? Ну, как бы смысл донесения смысла в короткой фразе получается? Надо, чтобы в короткой фразе была основная суть, потому что времени, просто я еще раз говорю, читать нет. Поэтому пытайтесь вместить это в одно предложение. Сделайте это так, чтобы ваш клиент… Ну, как, вот знаете, когда в лифте едете с потенциальным заказчиком, вы понимаете, что у вас там всего 20 секунд, и вам нужно продать себя. Вот то же самое только в интернете. Так, а, ну, мессенджеры, все знают, что такое мессенджеры. Да, это вот онлайн-мессенджер, когда вы заходите на сайт, выскакивает такая вот такая штучка. И чем вам помочь? Очень многие говорят, что это бесит меня вообще. Уйди отсюда, помоги себе сам. Но статистика, как бы, да, вещь такая серьезная. Статистика говорит, что вот эта выскакивающая штучка уменьшает показатели отказов. Показатели отказов, когда человек зашел на сайт, сразу вышел. Уменьшает показатели отказов где-то процентов на 30. То есть, соответственно, конверсия вашего сайта, то есть вот как человек зашел и остался, и заказал у вас что-то, она повышается. Ну, статистика, а вот те, которые помоги себе сам, значит, это просто не ваш клиент. Так, уходим в прошлое. Соответственно, сейчас очень сильно, это вот уже тренды такие, знаете, 14-15, а то и дальше года, если все говорят, выбирайте свою целевую аудиторию, прописывайте свою целевую аудиторию, это все уже уходит в прошлое, потому что целевая аудитория сильно расширяется, потому что меняются полувозрастные характеристики. Сегодня общалась с кем-то из коллег на тему того, что, ну, мои клиенты не сидят в Фейсбуке, мои клиенты богатые люди. Ну, я думаю, что с этим поспорю с удовольствием, потому что сейчас вот такой вот тренд, и в принципе не тренд, это такое пропагандирование молодого предпринимательства. очень многие бизнесмены, возраст там от 30 до 35 лет, и они постоянно сидят в Фейсбуке. Поэтому целевая аудитория расширяется, это я уже сказала, и, соответственно, вот такое вот, да, если мы накладываем все на интернет, то, я уже запуталась, мы забываем про SEO. Я не могу, вот все, да, сколько я работала во всех компаниях, огромные бюджеты вкладывались в продвижение. Ссылки покупались тоннами. Статьи какие-то со словами «купить окна, чтобы купить окна, заказать окна, чтобы там» и так далее, писались в огромных количествах. Это все ушло, и ушло это уже давно, как бы ушло это еще там перед Новым годом. Естественно, понятно, что ссылочная масса осталась, сейчас это будет все так меняться, одни сайты подниматься в поисковике, другие там опускаться, но это скоро уйдет, и я думаю, что, я надеюсь, что достаточно быстро, потому что вот если вы занимались продвижением своего сайта, покупали ссылки, вкладывали в это деньги, то молодому сайту вообще было бесполезно. Ну, молодой сайт не мог подняться. Вот пример однушечки классный, вообще ребята молодцы, но если бы вы двигались по высокочастотным запросам там а-ля дизайн интерьера, но вы хоть миллионы туда вкладываете, все равно бы не поднялись там из-за ряда причин. Да, я не буду о них говорить, сегодня не эта тема. Поэтому важно писать. И это, в принципе, тоже старый тренд, но вот он, постоянно всем говорим, контент, контент, еще раз контент. Вот сидит живой пример, и не только он, да, примеров масса. Пишите, пишите много, часто пишите. Уникальные статьи, обязательно уникальные. То есть не дай бог вам взять какую-то статью, изменить там одно слово и перепостить себе на сайт. Ваш сайт могут забанить. Поэтому вы сегодня, мне кажется, что вот эти два дня это постоянный источник вдохновения. Я просто призываю вас прийти сегодня, пока еще есть силы сесть и написать несколько там небольших статей. Напишите про свои эмоции, напишите, что вы узнали, о чем вы думаете, и повесите себе это на сайт. Обязательно туда, конечно, нужно будет включить ключевые слова. Мы не говорим про то, что все уже у нас беда там с ключевыми словами. Нет, конечно, они должны быть. Поисковый робот как-то должен вас находить. То есть там дизайн интерьера. Ну, по поводу низкочастотной, высокочастотной, не знаю, стоит ли говорить. Я думаю, что все это уже все знают. Низкочастотная. Это вот дизайн интерьера однокомнатных квартир в Марьино, высокочастотный дизайн интерьера. Так. Ну и вот онлайн-консультант сказали, контакт в обмен на полезный контент. Никуда не уходит тенденция сбора базы ваших потенциальных клиентов. Пусть сейчас он не купил, но оставь свой контакт, а мы тебе что-то не продадим, не подарим, не там вышлем после того, как ты зарегистрируешься. Просто вот пишите каждую неделю какие-нибудь полезные советы. Как вы настройки, как вы подбирали обои, как вы подбирали ткани, как вы столкнулись там с рядом проблем. Пишите, отправляйте это вашим клиентам и увидите, они подсядут на это и действительно им будет нравиться. Пишите о вдохновении, пишите, что вы были на выставке, увидели новую коллекцию мебели. И, соответственно, за счет этого вы набираете вашу аудиторию. Пусть сегодня он у вас не купит, но не закажет ваш дизайн-проект, но вы будете его в глазах экспертом. Репутация. Ой, репутация вообще, это такая больная тема. Есть такая услуга, СЕРМ, наверное, знаете. Это репутация в интернете. Это не интернет-пиар, это вот именно давайте заглушим негативные отзывы. К сожалению, если они у вас есть, но как бы… Ой, извините, репутация. Если они у вас есть, уже вряд ли там что-то… Ну, мы не беремся. Мы принципиально выключили, мы знаем, как это делать, но мы исключили из списка услуг именно нашего агентства услугу по СЕРМ, потому что я считаю, что это неправильно. Но если у вас много отзывов отрицательных, если у вас отрицательные отзывы сотрудников, если вы плохой работодатель, и вы заказываете услугу, заглушите все эти отзывы в интернете, но мне кажется, что сначала вы должны решить свои проблемы, а потом уже обращаться к нам. Поэтому, безусловно, набирайте положительные отзывы, набирайте их у ваших клиентов. Видео, аудио, записи, благодарственные письма. Это очень-очень влияет на все это. Ну, это как банальные вещи, но вот это тоже такой из трендов. Задумайтесь, если у вас этого нет, то обязательно внедрите. Света, про отрицательные отзывы. Наоборот, даже иногда и хорошо, что они есть. Отрицательные отзывы хорошо, если вы грамотно на них ответили. Конечно. Это повод заданный вопрос и повод ответить. И это повод пойти посмотреть, а что же там действительно не так. Ну, я думаю, что не стоит, наверное, этим злоупотреблять и писать себе самим отрицательные отзывы. Но, к сожалению, мы сталкиваемся, что действительно очень много негатива из разных источников. И ты просто, если он действительно оправдан, то каким бы ты хорошим пиарщиком не был или не нанимал специалистов, но ты это все, во-первых, не обработаешь, так грамотно, красиво, чтобы это все было написано, что вот нет, мы исправляемся, и все хорошо. Ну, может быть, просто надо делать так, чтобы их не было. Так, ну, все, в принципе, банально, да? Из такого, из чего? Из такого, чего? Ну, открыто в социальных сетях. Про социальные сети предлагаю поговорить дальше. Тоже, вот, наверное, продолжение следующего тренда. Прочитала недавно, вот, буквально, когда делала презентацию, прошу прощения, у меня было очень мало времени сделать презентацию, как вы догадываетесь. Прочитала статью очень там известных экспертов. На рынке дизайна нет экспертов. Мне это было странно услышать, потому что, мне кажется, что их огромное количество, но общепринятое мнение о том, что каждый эксперт по чуть-чуть, что нет такого человека, кому ты можешь обратиться по любому вопросу. Это очень такая философская статья. Я вообще не хочу углубляться в дизайн-философию. Это все-таки не ко мне. Но мне это показалось очень интересным с той точки зрения, что тоже об этом уже сегодня несколько раз говорили вчера, и об этом будет говорить Станислав. И это вот то, к чему я вас тоже призываю. Будьте экспертом, будьте лучшим в своей нише. Не будьте вот везде, вот как сегодня Ливон говорил. Будьте вот здесь, но лучшим. Поэтому каким образом повышать вашу экспертность? Ну, методов, в принципе, не могу сказать, что масса, но вот мне кажется, методов два. То есть как бы давать что-то полезное и непосредственно быть открытым, отвечать на вопросы. С точки зрения технической информации, вот они все описаны. Ну, вот по поводу видеоблога, да, отдельная тема. Сейчас видеоконтент очень развивается, поэтому продвигается, и очень все это здорово. Поэтому подумайте об этом, подумайте, где вы эксперт. Обязательно выберите ту нишу, где вы эксперт, потому что написать о красоте, тенденциях, трендах и новых подушечках, которые лежали на выставке Mizon Abge, может каждый. Найти и выкопать там, какую-то интересную идею, тему и показать, что вы реально, вы видите, что это отличается от другого, то это только вы. Поэтому вот тоже буквально с кем-то вчера общалась. Мы много делаем, да, мероприятий там деловых, и один из наших партнеров говорит, а можно мы выступим? Окей, с какой темой? Да назовите какой-нибудь мы выступим. Но вот так не надо, да. Вы должны понимать, что у вас есть вот ниша, тема, и уже от нее плясать. И уже там в разных вариациях, там и так далее. Ну, здесь просто я как бы по поводу экспертности, да, что экспертность, она создается вами, то есть, да, вас куда-то приглашают, но как-то… Вот помните, вчера выступала Настя Колчина, и я сказала о том, что за год они сделали потрясающий рывок. Действительно, я знала их, когда они были вообще совсем еще ребятами, только-только вышли в свободное плавание, ушли от работодателей, и, встретившись вот здесь с ними через год, пригласив их на мероприятие, говорю, Настя, как? Как? Вот что произошло? Что вы сделали? Вот так как-то вот на вас… Может, у вас вдохновение какое-то было? Она говорит, нет, мы просто три года до этого пахали, как лошади. Поэтому, наверное, так оно и есть. Я, в принципе, с ней согласна. Действительно, да. Я тут, наверное, тоже стою не просто так, потому что я мимо проходила, потому что мы пашем как лошади, и каждый из вас… Ну, к сожалению, это так. Наверное, нет быстрых способов проснуться знаменитыми. Для этого нужно работать, работать, еще раз работать. Безусловно… Ну, вот здесь просто я привожу примеры сайтов, где можно разместить портфолио, ввести блог и так далее. Ну, это их мало, это, наверное, одна двадцатая часть. Ну, и непосредственно методы. Одни из вариантов методов становления экспертности. Вот эти поднимающие… Может быть, вы их не будете опускать? Вы их прям все по команде поднимаете и опускаете. В принципе, ну, здесь, на самом деле, это как бы устаревшая версия. Вот у нас закрылся журнал, лучшие интерьеры. Ну, в общем, вообще в печатной прессе, если кому интересно, сегодня должна была быть тема. Ну, я надеюсь, что у нас тут нет журналистов. Я сама, впрочем, журналист, не профессиональный, но работала в здании. В принципе, вот если в двух словах рассказать про работу со СМИ, никогда не платите деньги за ваши публикации. Вот из таких правил. Будьте честными по отношению к СМИ. Если вы отправляете ваш проект в одно издание, не отправляйте в другое. Если ваш проект опубликовали в одном издании, прочитайте и посмотрите, сколько месяцев, вот всегда так, сколько месяцев после публикации должно пройти, чтобы отправить в другое. Не жадничайте. И отправляйте, безусловно, вот там в топ-1. Отправляйте сначала вашу работу в журнал АД. Ну, если она действительно подходит. Вот мне кажется, что работы однушечки, вот сейчас настолько АД любят все вот эти маленькие. Вы печатались уже в АД? Да? О, молодцы. Вот. Делайте маленькие интерьеры, маленькие интерьеры с удовольствием печатают в АД. Сначала отправляйте в АД, а потом уже в идею вашего дома. То есть они наоборот, потому что чувствуете разницу. Из таких вот еще пишите, потому что СМИ, принимая ваши материалы, фотоматериалы, обязательно скажут, окей, описание. А в описании вы напишите 25 КВМ, лофт, дизайнер, фотограф и так далее. Как бы нет. Пишите, редакции люди ленивые, поэтому делайте грамотное описание. Ну, здесь, в принципе, вот, по-моему, все, чтобы можно было собрать, честно говоря, они мы собирали, мы, честно, сперли, но по ним работаем. И самый, наверное, главный тренд, самый вообще вот прям, он должен быть первым, но я его поставила последним, чтобы вы все обратили на него внимание, это клиентоориентированность. Это, наверное, возвращаясь вот к негативным, отзывом, любите ваших клиентов, любите ваших клиентов и, собственно, отдастся вам взамен, потому что, ну, тоже здесь написано, что делать, как бы мелочи, но вот я всем советую книгу, вообще вы просто, вот, вынос мозга, обнимите ваших клиентов, прочитайте, может быть, что-то изменится. Отвечайте на звонки, когда они звонят, отвечайте на смс, когда они звонят, поздравьте с праздником, спросите, когда у них день рождения. То есть это такие мелочи, к интернет-маркетингу отношения не имеют, но просто вот этот тренд, и он, наверное, у вас, если будут лояльные клиенты, если они будут знать, что вы их любите, то вот все предыдущее вам, в принципе, наверное, не нужно. Все будет само собой, как сегодня Диана рассказывала, сделал проект и пошло-поехало. Все это взаимосвязано. Помните первый слайд? Так, ну, здесь задание на сегодня, в принципе, вам. Как бы, если все, если все это объединить, да, вот, наверное, такие основные советы, ой, я ухожу из зоны аудио, основные советы, которые нужно делать. Так, ну, вроде все рассказала, расширить свою аудиторию, да, подумайте, что у вас где-то еще есть клиенты. Ну, и расширять каналы привлечения, это вот, наверное, пляшем от того, кто ваш клиент, да, где он может быть, где находятся его материалы, что он читает, и просто не зацикливаясь над тем, что сейчас все в интернете, сейчас все в интернете. Интернет и сарафан на радио, и все. Нет, каналов гораздо больше. Ну, здесь, наверное, я не буду останавливаться на всей вот этой аналитике, но никому не интересно. Переходим к соцсетям, собственно, да, о чем я хотела рассказать, моя любимая тема. Я не блогер-тысячник. У меня нет, там, десяти тысяч подписчиков, как у Нади Зотовой, но, потому что, наверное, вот именно я над этим не особо работаю, да, мы работаем с клиентами над этим. и что касается социальных сетей, безусловно, социальные сети — это ваше позиционирование, это, наверное, такая максимально быстрая обратная связь от вас. Согласитесь, что если у вас там куча друзей где-то в Фейсбуке, приходя вечером домой, вы не заглядываете на сторонние сайты, вы просто просматриваете френд-ленту и понимаете, что произошло. И так делают все. Так делает пресса, которая не знает, что опубликовать. Редакторы крупных журналов открывают в Фейсбук и смотрят, что сделали и выложили, какие портфолио различные архитекторы, дизайнеры, на которые они подписаны. И выбирают уже оттуда. Они не ищут по интернету новых звезд. Они смотрят в Фейсбуке. Так делают клиенты, которые тоже там читают новости, каким-то образом попадается на каком-то сайте ваша статья. Это быстро, это удобно, это мобильно. И, в принципе, то, как вы себя позиционируете в социальных сетях, работайте над этим. Что, какие рекомендации? Так. Ну, очень быстро обратная связь, это все понятно. Какие рекомендации по поводу вашего аккаунта? Я рекомендую, вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, если у вас работают одни методы, другие, ради бога, просто из личного опыта. Я рекомендую разделять личное и рабочее. Допустим, как сделано у меня, у меня Фейсбук исключительно рабочий, я могу туда выплеснуть какую-то там эмоцию, но в Фейсбуке я никогда там не буду постить фотографии с корпоратива, девичника, детей, не знаю, еще чего-то. В Контакте, да, В Контакте я могу себе позволить, потому что я знаю, что там, в принципе, нет у меня в друзьях клиентов, если они даже попадут туда, ничего страшного, мы общаемся, обсуждаем, когда мы встречаемся и так далее, там с друзьями. Фейсбук это чисто рабочий инструмент, поэтому разделите, расскажу историю, тоже рассказываю всем. Девушка, клиент, архитектор, очень профессиональная, очень классная девушка, кто-то ее отметил на фотографии, на каком-то девичнике, в общем, все вроде нормально, все мы люди, у нее был на подписании проект, для нее крупный, не знаю, для вас, для нее крупный. Клиент в Фейсбуке увидел фотографию, вот его какие-то моральные устои, в общем, он разорвал этот контракт и сказал, что нет, я с вами не буду работать, хотя все было прилично. Ну, бывают, да, какие-то странные люди, но, тем не менее, следите за вашим имиджем, потому что, если вы заметили, то в Фейсбуке, в Инстаграме, везде можно там отметить человека, и если вот сейчас там кто-то, я, не знаю, упаду, и кто-то меня фотографирует, отметит, я думаю, что мои клиенты не будут, ну, это все отразится у меня во френд-ленте, то клиенты, наверное, не очень рады всему этому. Поэтому следите за тем контентом, который вы публикуете, следите, будьте там экспертами, делайте перепосты каких-то интересных материалов, интересных статей, показывайте, чем вы увлекаетесь, то есть создавайте такой образ вашей социальной сети и грамотно ее оформляйте. Ну, вот примеры, да, там дизайнерские пошли. Обязательно обложку сделайте грамотную, продающую, красивую. Вот, например, ну, он уже сменил обложку, но это мне очень нравилось, Александр Минаев, очень вообще люблю и уважаю этого человека, интерьеры ресторанов делает. В принципе, обложка показывает, что мы сделаем вам любой, любой ресторан в вашем вкусе и так далее. Вот, обязательно заполняйте свой вот аккаунт, обязательно пишите, где вы работаете, ну, там, жена, день рождения, это не обязательно, конечно, но делайте как можно больше там перекрестных ссылок, чтобы через вас можно было зайти на сайт компании, посмотреть там, что, кто у вас там клиент, где написано о вас там и так далее. Сергей Махно хотел приехать на дизайн-конференцию, не смог. Вот, главный архитектор Москвы. Так, ну, соответственно, что делать, да, в принципе, то же самое, что я вам рассказала, будьте экспертами, создавайте аудиторию, пишите что-то интересное, в принципе, и небольшие сообщения в Фейсбуке, которые вы можете публиковать, туда, да, не надо туда писать сочинения на вольную тему, для этого есть ЖЖ, небольшие какие-то сообщения, они могут быть интересными, они могут привлекать подписчиков, и, собственно, что они и делают. Так, 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 тусоваться, дружить, в общем, активничайте, вы же все равно согласитесь, что проводите массу времени в социальных сетях, поэтому сделайте это с пользой, и, в принципе, а что-то у меня пропустился слайд, ну ладно, сделайте это с пользой для себя и для вашей компании. По поводу, ну, здесь примеры, в принципе, как бы нужно смотреть, раньше была разбивка по отраслям, ой, по регионам, но отдать должное, Фейсбук, ВКонтакте сейчас достаточно сравнялись, одноклассники, я очень надеюсь, что скоро умрут, но они все никак не умирают, но, тем не менее, сравнялись по аудиториям, если раньше говорили, что в Фейсбуке сейчас там одни старички ВКонтакте, молодежь, все это бред, нет, все примерно 50 на 50, поэтому либо будьте и там, и там, но это тяжеловато, либо будьте где-то в одном месте, да, ну, с самим собой, а в другом экспертом, в принципе, аудитория практически одинаковая. Дальше еще один, наверное, совет по поводу того, что вы должны развивать свое сообщество, ну, как сообщество, если вы эксперт, да, мы говорим о том, что вы эксперт, вы уже эксперт, у вас, естественно, должны быть какие-то материалы, какие-то, какие-то сторонники, коллеги, ученики, подписчики и так далее, так помните, вот эта тема главная, да, которую мы выбрали, о которой вы пишете, ну, вот там однушечка, да, пожалуйста, вот она узкая ниша, создайте сообщество и собирайте туда, публикуйте там независимую информацию, не публикуйте туда рекламу о своей компании, собирайте контент и делайте классную такую вот тусовку, тусовку людей, которым это интересно. Вот, например, там живой пример, пожалуйста, но я не знаю, у них сейчас больше подписчиков, это скрин какой-то, не знаю, там двухлетней давности, очень хорошие ребята, мы хорошие друзья, знакомые, дизайн-студия из Харькова работает сейчас за архитект, работает в Германии сейчас, вот у них прекрасное сообщество литература для дизайнеров-архитекторов, и вот там они и о себе, и о продуктах, и о партнерах, и, в общем, все круто, и рекламу уже размещают, то есть создали очень крутое профессиональное сообщество, которое вот работает на них, а это вот их группа отдельная, да, в группе они тоже есть, вот, ну, это как бы наше, такой как бы экспромт, он что-то живет своей жизнью, мы им не занимаемся, вот зеленая архитектура в Фейсбуке, какие-то люди туда добавляются, кто-то там что-то постит, в свое время сделали просто так вот для какого-то проекта, а сейчас она живет своей жизнью, и столько там крутых ребят, прям вот, прям сидишь и радуешься, думаешь, как здорово. Вот тоже там еще один, да, проект сделали по поводу офисных интерьеров, делали, ну, если как бы углубляться, когда был проект для компании, которая делает там отделку офисов, ну, соответственно, мы можем как их продвинуть, что там можно сделать, наделка офиса, так банально, так неинтересно, вот в Фейсбуке нет группы, есть там красивые, я не знаю, квартиры, интерьеры, спальни и так далее, вот в профисе ничего нет. Создали группу, сейчас я уже не знаю, тоже перестали за ней следить, времени не хватает, но тем не менее, она тоже сама растет, что-то выкладываем, то есть туда собирается такая вот узкая тематика, естественно, туда мы так плавно вписываем проекты наших клиентов. Все круто. А теперь, значит, все научились пользоваться Инстаграмом, я надеюсь. Теперь, как это, пошаговая инструкция, что делаем. Инстаграм рекомендую всем. Я знаю, что из Инстаграма приходят клиенты, я сама лично, вот к нам приходят клиенты, но мы не дизайнеры, знаю, что к нашим клиентам приходят клиенты из Инстаграма, я знаю, что здесь сидят люди, которые приехали к нам, увидев анонсы в Инстаграме. Это работает, и это будет развиваться, тем более вы архитектор и дизайнеры. Ну, я не буду повторять презентацию Нади, вот все, что она говорила, это 100% правильно. Вы вдохновляетесь, вы делаете проект, то есть у вас визуальный контент, и он должен быть в Инстаграме. Что мы делаем? Сначала мы оформляемся грамотно на аккаунт, оформляем его, прям вот пишем, все, что есть, желательно на английском языке. Хорошую фотку ставим, логотипа не надо, это все. Инстаграм — это личная вещь, поэтому вот забудьте про Инстаграм и компанию, хотя если вы разовьетесь в какой-то мультинациональный бренд, может быть, и стоит завести, но все-таки Инстаграм — это когда вы ушли, ой, шли, щелкнули и выложили. Никакая пресс-служба, мне кажется, это сделать не должна. Ну, вот, собственно, отзыва, да, придумайте направление, придумайте, о чем вы будете писать. Не надо постить, что вижу, то и пою. Я съел, я сел, я встал. Ну, вы эксперт, напоминаю вам, да, поэтому вы должны постить только то, что позиционирует вас как эксперта. Комментировать какие-то проекты, вдохновение, новые материалы, новые технологии, мероприятия. Вот жаль, батарейка села, я бы сейчас вас заинстаграмила. Ну, в общем, то, что и пишите, да, небольшой комментарий, и, в общем, чтобы люди смотрели и понимали, что вы действительно шарите в этой теме. Вот, ну, как пример. А, да, и вы еще обязательно должны выделяться. Ну, это уже, конечно, так вот совсем лирика. Если есть время заморачиваться, заморачивайтесь, если нет, не заморачивайтесь. Придумайте какую-то фишку, фишку, которая поможет вам набирать подписчиков, каких-то лояльных к вам людей, да, вот развиваться, развиваться. Компания Архпол, я думаю, что все знают, в принципе, хорошие ребята. Вот у них почти на каждой фотографии у них в офисе живет кот, это у кота зовут Том, и на каждой фотографии истории Тома, Том на новом стуле, компания занимается производством мебели, Том на новом стуле, Том под нашим новым диваном, а, естественно, у нас люди котиков-то любят. Вот, поэтому, в принципе, вся мебель компании Архпол в Инстаграме с котиком. Ну, прикольно, да, прикольно, прикольная штука. Я, правда, не очень понимаю, что это, но что-то прикольное. Вот, ну, еще какой-то мальчик не из темы интерьеров, вот он, Мишек. Вот он все время фотографирует Мишек. Ну, наверное, да, я сейчас говорю глупые вещи, но, тем не менее, это дает вам возможность подумать, понять, вот, а чего, а сделайте все логотипы вашей компании, да, и напечатайте, там, я не знаю, выгравируйте, и вот поставили бы его сюда, сфоткали, я на дзен-конференции. Поставили бы, там, не знаю, на новом проекте у вас вид на москварику, поставили, сфоткали, мы делаем новый проект. Ну, какую-то айдентику такую, да, чтобы вот люди, чтобы это было везде, чтобы это вот как-то запоминалось, чтобы люди смотрели и понимали, как это круто. Так, что делаем? Завели аккаунт, придумали, что постить, дальше все это линкуем, линкуем, перелинкуем, связываем со всеми социальными сетями, которые у вас есть, чтобы как-то объединить весь этот поток и не делать одно дело в разных социальных сетях. Так, это все ставим. И теги, да, вот, наверное, главный инструмент продвижения в Инстаграме это теги. Тег сегодня, дизайн-конференция, да, это круто, это у нас решеточка, и слово. Придумывайте свои теги, ставьте популярные теги, по тегам ищут, по тегам знакомятся. Я уверена, что вы, я читала, я самолично читала Инстаграм с тегом дизайн-конференции. Я видела, что, в принципе, вы, наверное, не зная друг друга, уже знакомились, переписывались, потом встретились живьем. Это прикольно. Поэтому ставьте теги как можно больше, целевые, популярные, нецелевые. В общем, все это делайте. Можно найти этот список. И начинаете, собственно, работать. Официально как-то главный рубль Инстаграма — это лайк. Ставьте лайки, всем пишите, со всеми общайтесь, ищите людей, которые вам интересны. Но как бы далеко ходить не надо, как мы набирали спонсоров на это мероприятие. Ну, я не буду рассказывать долгую историю, какие трудности прошли, но с несколькими людьми мы действительно списались в Инстаграме. Согласитесь, с моей точки зрения просто расскажу пример. Пишешь на инфу, тебе там никто не отвечает, уходит в спам, секретарь выкинул и так далее. А я знаю, что в Инстаграме сидит реальный человек. Конечно, а кто же еще эти фотки выкладывает и теги ставит? Реальный человек нашли по запросу сотрудничества с дизайнером или нужны дизайнеры. Ну, какой-то вот такой банальный хэштег. Списались, отлично, на спеший день ребята позвонили. Причем написали ночью, сами, ну, как бы Инстаграм круглосуточное дело. Вот, все нормально, все работает. Так, ну, будьте наготове, да, это главное, что иногда вы дизайнеры, вы творческие люди. Вдохновение может прийти из каких-то простых вещей, поэтому фотографируйте их и запоминайте, и постите, и помните, что вы эксперт, помните, в чем ваша фишка, в чем ваше ключевое преимущество, и старайтесь это везде-везде транслировать. Ну, просто вот примеры из Инстаграма, тоже, по-моему, Надь Зотовой, да, в какой-то там немереной, указалось бы, да, на что такое, на телефон сфотканка, дверь, дверь на телефон, вот, а обсуждение там 500 комментариев, какая классная дверь. И, кстати, читая Инстаграм Надь Зотовой, собственно, вот, наверное, человек, который меня очень сильно вдохновляет, почему, да, она сегодня была у нас тут, собственно, в гостях, какой-то ее пост, и, наверное, комментариев много, там, комментариев по 70, по 100 комментариев, и, наверное, 2-3 из этих комментариев, маловато, конечно, конверсии, но это, наверное, те, которые только я успеваю просматривать, это клиенты, которые пишут, Надя, сколько стоит, Надя, там можно к вам обратиться, Надя, ну, то есть это работает, и это не только у Нади, Надя известный дизайнер, это и у более, так скажем, простых людей, да. Ну, про соцсети, наверное, так вкратце все, как бы хочется больше, вам рассказать, в принципе, ничего сложного нет в соцсетях, главное активничать, давать что-то ценное, перепосты все эти, там увидел, здесь посмотрел, ну, зачем это, людям надоедает двойной контент, рекомендую, искренне рекомендую форумы, знаю, что тоже оттуда приходят клиенты, можно, ну, вот, принтскрин и просто, знаете, взяла, baby blog, да, я не думаю, что там кто-то сидит на baby blog, кто-то не сидит, пожалуйста, ищется дизайн интерьера, дальше, ищу дизайнера, вот, пожалуйста, отслеживайте, смотрите, где это есть, ну, в общем, в принципе, это уже было, соответственно, форумы хорошая фишка, вот я знаю, что там, тоже в коммерческой компании, мы нашли клиента на форуме BMW, ну, просто понимаете, да, где вот ваш клиент, где он находится, и идите туда, сидите на этом форуме, купите себе BMW, да, сидите на этом форуме, и пишите о том, что вы предлагаете дизайн, ну, конечно, нет, но как бы просто такой из одного из инструментов коммуникации, ну, по поводу блога, собственно, тоже все понятно, можно самим делать, можно сотрудничать с блогерами, что-то еще, блин, мне так не нравится, как вы вот это делаете, мероприятие вообще, это моя любимая тема, я люблю движуху, так, да, очень люблю движуху, и она работает, действительно, да, вот нас, ну, сейчас в пределе ряды, но у нас тут было там более 200 человек, но вот, казалось бы, помните, да, когда рассказывал какой-то представитель там коммерческой компании, и все туда пошли, да, казалось бы, могли бы и не пойти, но пошли же, вот он, пожалуйста, живой пример, поэтому эта экспертность, наверное, самая лучшая экспертность, выступайте, потому что здесь как бы замыкается круг, вы видите человека, он вам нравится там или не нравится визуально, вы слышите, что он говорит, фигню какую-то несет, или какие-то слова, у вас где-то там светится его логотип, после этого вы общаетесь, и еще даете визитку, то есть вот такой вот полный комплекс, и у человека больше каналов коммуникации, нежели просто погуглить и найти вас в интернете, и это, конечно, больше доверия возникает, ну, такие-то же и сервисы, но мне кажется, это тоже уже уходит в прошлое, все вот эти вот ответы mail.ru, пишут все, кому не лень, но есть специализированные, есть там иностранные сервисы, если вы хотите выходить на международный рынок. Ну, наверное, как бы в завершении, конечно, про соцсети я поговорила мало, но как бы вот основную, основные идеи дала, хотелось рассказать больше. По поводу телевидения, вообще больная тема. Разговаривала, коллега, по-моему, шел, я говорю, мне кажется, вы где-то, вот, был среди нас, мы где-то с вами встречались, может быть, да, я говорю, а вы не участвовали ни в какой телевизионной программе? Он говорит, к сожалению, пока нет. И я говорю, почему, к сожалению. И вот, собственно, что я хочу сказать. Сегодня у Дианы было шоу, и я тоже задавала этот вопрос. Да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но клиентов это не приносит. Да, прикольно как бы посвятить лицом и сказать, мама, я в субботу в 11 утра буду на ТНТ, там, или еще где-то. Естественно, это как бы тоже возвращаясь к вчерашней теме, это должно быть не давай поженимся, это должно быть что-то более целенаправленное. Вот. Сейчас программ огромное количество, но единственное, это огромное количество времени. Это времени, силы, это, ну, это тяжеловато, да. Если вы готовы этому отдать, там, три месяца своей жизни, у вас нет проектов, вам нечего делать, отдавайте. Если не готовы, то, наверное, нет. Там очень сложная кухня. Я знаю, как бы лично, как все это делается, я знаю продюсеров. Очень много нюансов, не все к этому готовы, да, поэтому я, конечно, вас не отговариваю. Хотите участвовать, участвуйте, клиентов это не принесет, времени заемок много, поэтому я рекомендую сделать, а почему бы не сделать свой канал, да, свой YouTube канал, свои советы, ну, в общем, и сейчас зачастую, да, вот пример, телеканал Перец, помню, если не ошибаюсь, который перешел из YouTube на телевидение, а не наоборот. Вот он тренд, да, будьте, там больше людей, людей, смотрящих YouTube больше, нежели смотрящих телевидение, ну, конечно, если вы не продаете подгузники или что-то еще. Вот, поэтому делайте YouTube канал, и это как раз та самая экспертность, которая будет вас позиционировать именно в движении, не просто в статьях, в статичном материале. Еще один слайд, но это такой совет напоследок, как я вам говорила в начале, не надо платить, да, как бы вы эксперт, вкладывайте столько своими силами, своим временем, платите за рекламу, пусть это делают поставщики. Вот у нас стоят представители, да, ребята, послушайте нас, пожалуйста, сколько раз мы вам уже об этом говорим, хватит предлагать дизайнерам эти бонусы, уже, ну, сколько можно, ну, ребят, бонусы у всех одинаковые, предложите им что-то большее, и дизайнеры тоже, попросите у них что-то большее, попросите совместное продвижение. Вот здесь, как бы, дан список того, как я работала в коммерческой компании, это знаю, что делают коммерческие компании, что делают поставщики, найдите точки соприкосновения, да, найдите, например, там та же интерьерная фотография, это дорого, не каждый дизайнер может себе позволить это, да, там, это дорого, правда, почему это не сделает коммерческая компания, портфолио и тем, и тем, участие в мероприятиях, в какие-то мероприятия платные, какие-то бесплатные, если вы уходите на целевую аудиторию, там, банковская конференция, или там конференция в секторе, отели, рестораны, вы уходите клиентом, вы, естественно, как бы, организаторы попросят наверняка у вас там какие-то деньги за это. Почему вы должны за это платить? Пусть ваш партнер за это заплатит, а вы там что-нибудь поставите какую-нибудь картинку советского проекта. Вот, но это просто, как бы, да, такой совет от меня, потому что можно все это сделать и не вкладывать силы. Ну, как бы, и туго, подводим итоги, ничего сложного нет. Будьте активны, будьте экспертами, будьте честными. Все, что вы делаете, старайтесь писать, публиковать, постить, и это увидят, выступайте, помните вот этот вот, как бы, кружок, будьте везде, и, как бы, клиенту ничего не останется сделать, как просто прийти и заказать у вас. А все это работает, все это по накатанной. И вот, сегодня социальные сети, ну, вот для меня это настолько, как-то кажется, просто все. Социальные сети — это один из инструментов, и он вот во всей этой цепочке. Если у вас не будет информационных поводов, вам нечего будет постить в социальные сети. Информационные поводы — это реализованные проекты, выступления, я не знаю, посещение каких-то мероприятий. Поэтому все это взаимосвязано. Работайте в комплексе, и у вас все получится. Ну, в принципе, вы, наверное, сфоткали, здесь такого ничего нет. Я буду рада видеть вас в друзьях. Наверное, в завершении всего доклада, я надеюсь, что я вас не очень сильно утомила под конец. Может быть, я дала какую-то вам ценную информацию. Если нет, если вы все знаете, то у вас все должно получиться. Я искренне желаю вам удачи, я желаю много проектов, много проектов, которые вам нравятся. не работайте, если вам не нравится. Естественно, финансовые реализации. И правда, за эти два дня мне очень приятно, что вы с нами. И вот если так позволите, я чуть-чуть добавлю лирики, потому что завтра у нас будет уже такой день, такой Станислава Орехова, Максима Вересова, собственно, как главных идеологов этого мероприятия. Я рада, что надеюсь, что вам понравилось мероприятие. Ребята сказали очень много приятного, но это правда, это только первый опыт. Надеюсь, вам понравились спикеры, надеюсь, вы получили что-то полезное, актуальное, интересное. Приятно было видеть ваши улыбки, немножко страшно было видеть какие-то негативные, негативную информацию. Старались сделать, как это, хотели, как лучше. Надеюсь, что получилось, как лучше. Отдельно хочу поблагодарить, как бы, да, сейчас такое премио, вручение Оскара. Отдельно хочу поблагодарить ребят. Вот у нас есть, не знаю, где он, Тимофей Бондуркин, да, Привет. Вот, пожалуйста, поплавайте Тиме. Он, это фотограф, это он как-то незаметно, незаметно все тут фотографирует. Кстати, Тима делает очень крутые интерьерные фотки, поэтому, если нужно, обращайтесь. Отдельно хочу поблагодарить девчонок, которые в поте лица записывали всю эту красоту. И это, как бы, очень хорошие ребята, поэтому, ну, естественно, вам, давайте друг другу похлопаем. Спасибо, что мы здесь, спасибо, у нас куча эмоций, много идей. И, наверное, ну, спасибо, что вы с нами, за теплые слова. Надеюсь, мы будем дружить. Добавляйте, спешите, звоните, действуйте, реализовывайте, и идите вперед, главное, не стойте на месте. И с удовольствием тоже хочу поблагодарить ребят за то, что вот они, как бы, дали нам честь организовать вот такую вот насыщенную деловую программу. Передаю им слово. Спасибо, завтра, как бы, их день. И удачи вам всем. Все, пока-пока.